ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Глава российской ГИБДД Виктор Нилов считает, что одной из основных проблем на российских дорогах является нарушение правил перевозки детей. Особенно это касается несертифицированных детских автокресел. По словам Нилова, хотя за последние годы и удалось снизить травматизм среди несовершеннолетних, 2015 год из ряда выбивается. Инспекторы пытаются разобраться, что происходит. Почему родители не слышат специалистов, предупреждающих об опасности. Главный гаишник страны предложил правительству разработать систему более жесткого контроля качества детских удерживающих устройств. ТРАССА СТО ОДИН Только каждый третий россиянин, садясь на заднее пассажирское сидение автомобиля, пристегивается ремнем безопасности. Данные опроса публикует automail.ru. В Европе этот показатель гораздо выше. Пользуются ремнем безопасности почти 80% пассажиров. Впрочем, в семье, как говорится, не без урода. В Румынии пристегивается только 15% задних пассажиров. В Италии – около 40%. В Испании – порядка 60%. Причем, игнорируют данные требования чаще всего люди в возрасте от 40 лет. Что касается кировских автомобилистов, которые периодически бывают и пассажирами, то ремень безопасности для многих из них – вещь ненужная. Очень редко пристегиваюсь. В основном, постоянно говорю своему ребенку пристегнуться. Я сам всегда пристегиваюсь задних. Считаю, что не обязательно по городу, а на трассе обязательно должны быть все пристегнуты. Пользуюсь только на трассе за городом. В городе при скорости средней движения 30-40 км в час. На моей большой машине, я считаю, я в безопасности и без ремней. Как водитель я не нарушал никогда закон по поводу ремней. Я всегда пристегиваюсь. А как пассажир, если сижу на заднем сидении, то считаю это необязательным. Изменения в работе автошкол не уменьшили числа мошенников, которые, вопреки ожиданиям, продолжают подпольно обучать водителей. Кроме того, претензии имеются и к легальным организациям такого рода. Об этом сообщила генеральная прокуратура. Ведомство напоминает, что список аккредитованных автошкол имеется на сайте ГИБДД, а перед подписанием договора следует внимательно его изучить, убедившись, что список дисциплин и количество часов соответствует программам Миноборнауки. General Motors объявила об очередном снижении цен на модели Chevrolet и Opel 2015 года выпуска. До конца мая их можно будет приобрести со скидкой до 35%. В марте цены уменьшились на четверть. Напомню, что General Motors распродает машины. Вернуться в Россию компания планирует через пару лет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин